Макровая сирень, крымский жасмин. Еще недавно из окон синего домика был совсем другой вид. Это место родовое гнездо Шишкиных. Участок приобрели еще в 1901 году. В 48-м построили летний домик, а еще через 10 лет печально знаменитый синий. Каждый гвоздик его хозяин Алексей Сергеев вбивал лично. Это не просто дача, а важная часть семейной истории. Оттого и новость о строительстве многоэтажки по соседству, как гром среди ясного неба. И за 9-10 год благополучно выкупили 6 собственников. Кроме участков семьи Шишкиных, которые категорически отказывались идти на какой-либо контакт в первые годы. По словам представителя компании-застройщика, семья Шишкиных отказалась и от выкупа своей территории, и от дома с участком в тогда еще Одинцовском районе. В телефонном разговоре с главой семьи прозвучала фраза господи Шишкиной, что меньше чем за 20... Передай им, что меньше чем за 22 миллиона евро, за 11 миллионов евро, значит, говорить будет не о чем. А я еще слышу варианты замок в Израиле, усадьба на Успенском шоссе. Вот видите, 10 миллионов евро, 22 миллионов евро. Ольга Ивановна, она костякова говорит, ей деньги вообще не нужны. Вместо денег земельный участок в черте города Одинцова и домик на нем, в котором будет комфортно сыну собственницы, инвалиду первой группы. И такой вариант владельцы синего домика нашли, но он не устроил застройщика. Переговоры зашли в тупик. Бизнесменам пришлось корректировать проект, а это дополнительные расходы. Жильцы новостройки лишились благоустройства, а обитатели синего домика – покоя. Вот это полномерное такое выживание, абсолютно жесткие методы. Ну, стиральная машинка раздолбана. Я к чему этот период сегодня привожу? Потому что, ну, не могли люди со стороны это сделать, никому не надо это. Ну, ограбила, ушла. А здесь именно уничтожать полностью, подчистой. Остались только одни стены и крыша. Все внутри разбито, уничтожено. Позже, в 2016 году, Ольга Шишкина сама связалась с застройщиком, чтобы договориться. Просила тоже приобрести взамен своего участка аналогичный в черте города Одинцова и построить на нем дом. Я ей сказал, что приобретение ее дома на тех условиях для нас не актуально. Вновь актуальной проблему синего домика для застройщика сделали будущие новоселы. Они хотели увидеть во дворе детскую площадку, а получили ветхое строение, огороженное забором, примыкающим вплотную к многоэтажке. И теперь бизнесмены снова готовы договариваться. Кадастровая стоимость земельного участка семьи Шишкиных составляет на сегодняшний день 9,5 миллионов рублей. Мы готовы заплатить эту кадастровую стоимость. Плюс дополнительно выделить семье Шишкиных трехкомнатную квартиру в нашем проекте Одинбург. Ольга Ивановна еще свое слово скажет, но я считаю, что это просто будет чудовищность признаться по отношению к моей маме, к моему брату. Я себя вообще ставлю за рамку. Нельзя терпеть себе, мне такое. Мы не были за городом 7 лет. Я на участок впервые зашла вчера после трехлетнего отсутствия. Там просто все, и у нас так издеваться на земле, а потом вот такие вот вещи делать, это неприемлемо. Это чудовищность. Переговоры между собственником синего домика и компанией-застройщиком будут продолжены. У предпринимателей есть и альтернативные предложения. Содействовать благополучному решению проблемы будет администрация Одинцовского округа. Впрочем, по словам Ольги Шишкиной, цена вопроса та же. От морального ущерба собственница принципиально отказывается. А между тем полиции предстоит выяснить, кто причастен к сносу летнего домика, расположенного на том же участке. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.